1 ноября Кранотский заповедник отметил свой день рождения. Отпраздновать его решили, организовав выставку известных камчатских художников Вадима Белоглазова, Олега Суздалева, Владимира Ворошилова и Вячеслава Белых. «Четыре мольберта, четыре легенды» – такое название носит экспозиция. В своих произведениях художники отразили самые красивые уголки долины Гейзеров. Такой выбор не случайен, ведь этот год для долины юбилейный. Со дня её открытия прошло 70 лет. Этот проект оказался достаточно успешным, то есть им была предоставлена возможность некоторое время пожить в долине, и как раз-таки в это время были созданы эти этюды. То есть я считаю, что этот проект оказался приятным и для нас, и для Кранотского заповедника, и для художников. Две недели четыре художника жили и работали в долине Гейзеров. Каждый увидел в ней что-то особенное, и это нашло своё отражение на холсте. Поэтому все работы выглядят по-разному, хотя и посвящены одному природному объекту. Оно уникальное. На самом деле, то, что это одно из чудес света, это справедливо. Одно из самых лучших мест на Земле. Вдохновение, посетившее художников в долине, передалось и зрителям. На открытии выставки были и взрослые, и дети. Каждый из них был поражён уникальной природой заповедника. Не перестаёшь удивляться красоте, величию камчатской природы. Причём в разных проявлениях. Может быть, это осенью, весной, зимой, летом. Всё время ходишь вроде бы на одно и то же место, и всё время видишь всё это по-разному. Мне кажется, что эти картины очень красивые. Их, наверное, очень трудно поларисовать. Посетить выставку можно до 31 декабря. После её закрытия все картины будут переданы в дар Краноцкому заповеднику. Анна Лапаницына, Милана Давыдова, Вести, Камчатка.